Так, ребята, всем привет! Солнечный классный рабочий денек. Жилой комплекс Адлер вы многие уже знаете, в нем мы проживаем. Вся инфраструктура здесь рядом, автобусы на остановке рядом, школа рядом. И сегодня речь у нас пойдет об одной квартире, которую мы хотели бы вам показать, которую продает наш знакомый. Немножко покажу вам территорию, что где находится, потому что некоторые, может быть, не знают, уже давно я не показывал про Адлер ничего. Здесь есть коммерческое помещение, магазин, на первом этаже перекресток, СДЭК, Валберис, в общем, парковочная зона, детская площадка, она не такая большая, но она есть, как бы, огороженная, то есть можно детей спокойно отпускать. Квартиру, которую я вам сейчас покажу, она отлично подойдет, например, под сдачу в аренду, либо для отдыха. Сделана она очень качественно, поэтому за нее, грубо говоря, не стыдно. И я уверен, что многие оценят сам ремонт, планировку и то, как она сделана. Вот, также здесь вот есть заезд. Это заезд на большую бесплатную парковку. Вот, машины и здесь ставят многие. Вот, квартиры хорошо в этом доме сдаются посуточно. Вот, потому что до моря здесь минут 15-20 пешком. Железнодорожный вокзал, очень удобное, получается, расстояние до ЖД вокзала, от которого вы можете поехать как в центр, как, допустим, в Эмеретинку, также вы можете, ну, в Сочи парк, также вы можете на Красную Поляну добраться. И вся инфраструктура, которая вам понадобится. Вот так выглядит подъезд. Здесь есть грузовой и пассажирский лист. Мы поднимаемся с вами на третий этаж. Итак, ребят, мы зашли в квартиру. Квартира компактная. Обратите внимание, что это дизайнерский ремонт. То есть, над этой квартирой работал дизайнер. И сделали максимально комфортную небольшую студию. Давайте начнем, пожалуй, наверное, с прихожей. Вот так вот она выглядит. Посмотрите, места для хранения. Все здесь сделано. Здесь есть зеркало, обувница. Вот такие вот шкафы. Там я открывать не буду. То есть, места для хранения всех вещей, для проживания, в принципе, пригодны. Вот, для долгосрочной даже жизни здесь, в принципе, достаточно все. Вся бытовая техника. Все это остается, то, что вы видите. Вот так вот выглядит. На полу здесь кварцернил. Вот, есть зона подогрева пола. Здесь кухонный гарнитур. Минимализм. Но, в принципе, его достаточно для троих даже людей, которые здесь ранее проживали. Вот здесь получается такой столик. Он выдвигается на колесиках. Вы можете переставить в любое свободное место. Но для завтрака, в принципе, бывает это и достаточно. Встраиваемая техника. Холодильник, вы видите. Здесь морозилка. Места для хранения. Так, еще один шкаф. Кондиционер. Здесь диван. Он раскладывается. Есть светильники прикроватные. Натяжной потолок. Вот это зона ТВ. Рабочая зона. Для, может быть, если вы работаете за компьютером. И вот такое вот место. Но его можно демонтировать, убрать. Это для маленькой девочки было сделано. Чтобы у нее было небольшое свое, как бы, место. Вместе с зоной вот такой хранения. Вот стены здесь под покраску сделаны. Давайте я вам покажу балкон. Вон на балкончике стоит сетка. Для того, чтобы от комаров. И также, смотрите, вот место плитки сделали деревянные вот такие вот панели. Также есть такое кресло и турник. Можете заниматься. Вид здесь вот такой. Теневая зона. Тихая, не солнечная, спокойная. Не слышно никакой дороги. В противоположной стороне, конечно, дорогу более слышно, чем здесь. И не самый там низкий этаж. В принципе, пешком можно спокойно ходить. Вот. Это что касается вот жилой общей зоны. Вот есть места для хранения здесь. Также уверен, что и здесь. Потому что работал дизайнер. Он делает все для максимального. Вот что такое работа, ребят. Дизайнера, который поможет вам четко, правильно распланировать, чтобы у вас все было отлично. Так, кухонный гарнитур давайте посмотрим. Все, в принципе, очень в хорошем качестве. А квартира не сдавалась посуточно. Самое важное, чтобы люди не переживали. Здесь люди жили. Хозяева. Вот. Сделали в квартире ремонт побольше квартир и переехали отсюда. Также здесь есть система фильтрации воды, как вы видите. То есть водичку можно пить. Будет чистенькую. Ну и давайте посмотрим с вами санузел. Санузел здесь продолжение идет. Кварцвинила. Вот таким вот образом здесь сделано все достаточно красиво. Откидные вот такие панели для того, чтобы не стать для хранения. Электрический полотенцесушитель с разными режимами. Здесь полочка. Вентиляция. Внестительники. Так. Здесь она не включена. Так. Ну и душевая. Душевая вот такая. Стойка. Трап. Все функционирует. Стиральная машина. Инсталляция. Вот такая вот квартира, дамы и господа. Площадью 28 квадратных метров вместе с балконом. Балкон здесь достаточно большой, приличный. Площадь где-то 3 квадратных метра. Но вы знаете, есть люди, которые объединяют балконы. Есть люди, которые не объединяют балконы с общей площадью. Здесь это запрещено. И благодаря такому хорошему балкону вы тоже найдете себе место, какое-то уединение, отдых и может быть на свежем воздухе. Это тоже здорово. Даже зимой здесь приятно будет посидеть, выпить чашечку кофе и так далее. Вот такая вот квартира, еще раз, которая подойдет отлично под летнее времяпровождение. Для старта, может быть, кому не нужна большая площадь, кто не может себе позволить большую площадь, в ипотеку, значит, стоимостью 9 миллионов 900 тысяч рублей. Вот. В принципе, готовый вариант. Не надо ничего ждать. Не надо рисковать деньгами там в стройку вкладываться. Готовый вариант с пешей доступностью до всей инфраструктуры. Равнина абсолютная, школа, садики, ну, если это потребуется, да, до моря, по равнине, я говорю, еще минут 15-20 вы пешочком через железнодорожный вокзал. Там есть набережная. И все направления железнодорожного вокзала тоже в вашем распоряжении с пешей доступностью до него. Вот. Звоните, если вас заинтересует это. Ну, а мы идем дальше работать. Если вы подобную квартиру в черном варианте для себя рассматриваете, мы можем сделать вам какой-нибудь хороший дизайнерский проект. И за основу, почему я взялся за то, чтобы показать заодно, да, наших знакомых, которые продают квартиру, как можно максимально сделать качественный ремонт, максимально продумать его с зонами определенными, с местами для хранения, для того, чтобы люди взяли за основу для себя, что небольшая квартира может быть уютной. Итак, подписывайтесь на наш канал, жду вас в комментариях. Удачи, пока!